ПРОЕКТ Я ПОМНЮ Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. Шувалов Александр Алексеевич. Интервью и литературная обработка Илья Вершинин. Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин. Опубликовано 23 июля 2006 года. Родился 25 августа 1918 года в Принаровской деревне в Трое Верумаасского уезда Эстонской Республики. Ныне Сланцевский район Ленинградской области. Окончил шесть классов церковно-приходской школы. В 1938-39 годах проходил срочную службу в Эстонской буржуазной армии, 4-й отдельный пехотный батальон. Член подпольной комсомольской организации с 1938 года. В 1941 году за комсомольскую деятельность был арестован и приговорён к одному году лагерного заключения. С октября 1943 года работал на подполье и имел связь с партизанами. С января 1944 года находился в партизанском отряде. Эстонский партизанский отряд Якова Семёновича Вяльцева, 1-я партизанская бригада, командир ленинградец Филиппов. Воевал в тылу врага в Принаровье Эстонии и на Псковщине. С сентября 1944 по май 1946 года служил в 41-м 8-м гвардейском эстонском Таллинском стрелковом корпусе. В составе 8-го эстонского стрелкового корпуса участвовал в боях в Курляндии 249-я эстонская стрелковая дивизия, 917-й стрелковый полк, 2-й миномётный батальон, 2-я миномётная рота, командир миномётного расчёта, Ленинградский и 2-й прибалтийские фронты. Награждён медалью за отвагу, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и другими. Был контужен. Живёт в городе Нарва, Эстония. Александр Алексеевич, вы жили в буржуазной Эстонии. Был ли у вас тогда русский патриотизм? Или вы тяготили больше к Эстонии? Знаешь, патриотизм был русский. Мы же жили в приноровье, эстонцев всего несколько хуторов было. К тому же жили на российской земле. По матери я из Гдовского района, Скобарь, а по отцу Смоленский. Пригнаны они были ещё при Петре Первом, пели русские песни и особенно в советское время нас заразило радио. Стали кое-что покупать. Молодёжь рвётся к чему-то новому. Кем я тогда мог быть? Пастухом? Да и то не в каждое место возьму. Не говоря об учёбе, о профессии. На работу было не устроиться. Жили в деревне, праздники праздновали. В каждой деревне был свой праздник. Однодневный и трёхдневный. Выбирали из православных праздников. Только была и плохая сторона приноровской жизни. Сегодня вместе ставят свечку, а завтра на танцах драки, поножовщина, убийство. Был, помню, такой праздник, ярмарка. Так там деревня на деревню дрались. В 1928-1930 годы у нас было очень развито пролетарское движение. Со знамёнами ходили. Расскажите о службе в эстонской буржуазной армии. Как ваша часть называлась? Четвёртый отдельный пехотный батальон. Я полгода прослужил, потом прибавили полтора года. Вернулся из армии за месяц, как советские войска пришли. В эстонской армии, как и везде, опять же разные люди. Наша отдельная часть стояла в Аськ-Нарве. Примечание. В Аськ-Нарва русское название Сыренец. Центр приноровья. Вот у нас капитан был хороший человек, а вот командир взвода был свинья. Он особенно ненавидел русских, а солдат считал за скотину. Он скорее собаку приласкает, чем и тебе скажет хорошее слово. Но строгость тогда была. Бить не били. Бывает, придём на занятия, его тоже там доводили. Вот он объясняет тактические занятия, подойдёт, спросит. Ну, понял? Нет. Другого. Понял? Нет. Он два часа долбил. Аж закраснеет. Но ударять нельзя было. Бить не бил. Сначала-то вы служили где? Сначала наш батальон находился в Йехве. Но потом, когда стаж солдата получишь, тебя направляют либо в Нарву, либо в Аськ-Нарву. Тот, кто попадал в Аськ-Нарву, счастье. Там было два взвода. Здесь была хорошая кормёжка, а в Нарве кое-как на солдата давалось. У нас на солдата давали 70 сентов, за это его кормили. В деревне продукты намного дешевле, и поэтому мы жили сытнее. Приходится за мясом идти. Командир говорит, мясо хорошее берите. Плохое возьмёте, сами есть будете. Выбирайте, чтобы мясо вам давали хорошее. Рядом с нами была булочная, хлеб пекли всегда хороший. Солдату масло не положено, значит, давали только сало, грамм 5-10. Так что в Сыренце мы были сыты. У нас хлеб не выдавался, оставился. Старшина ещё поросят держал и кормил от нас. В армии выпивали? Осенью был праздник полка. В этот день старшина с кем-то варил пиво, и в обед солдату давался литр пива. Только в этот праздник. Это было один раз в год. В этот же день мы могли купить 250 граммов водки на двоих. Если, конечно, у тебя есть деньги, а если нет, значит, всё. Рядом булочная была, бегали туда. Булочник был, Яковлев такой, бывший белогвардейский офицер. Так он ненавидел всё советское. Вечером скопимся около казармы, откроем окна и поём советские песни. А на другой день всё становится известно. Как запоём в умывальне, так он сразу окно закроет. Каков был распорядок дня? Подъём сразу на улицу, зарядка. Оттуда приходили, заправляли, и потом построение было. Помком взвода осматривал, потом шли на завтрак с песней. Оттуда на занятия тоже с песней. Кстати, когда я позднее был в эстонском корпусе, там эстонские песни не пели, только русские. Так было заведено. Потом на занятия, опять же с песней. Но основным было, конечно же, изучение стрелкового оружия. Винтовкой прицеливаешься, короче, полдня на прицеле сидишь. Если хорошо стрелял, значит, получишь увольнение, и отношение к тебе будет хорошее. Если ты плохо стрелял, тебя будут гонять по нарядам. Стрельба и всё. В эстонской армии. Крайний слева, 1938 год. Фото из семейного архива Александра Алексеевича Шувалова. А какое у вас тогда было оружие? Винтовка была ещё из царской армии. Когда Эстония получила самостоятельность, белую армию разоружали, оружие отбирали. Вот это оружие у нас было. У пулемётчиков были английские винтовки. И это, я считаю, неправильно было. Потому что, если мы будем стрелять вдвоём, ты с английской, а я с русской, у того кончатся патроны, а у тебя есть остаток. Они не подойдут. Гранатом нас вообще не учили. Нас русских примерно человек 15 было. Больше норвитян. Много было сааримаа и схимаа. Когда я позднее в советской армии был старшиной роты, уходишь в увольнение, там всё было просто. А в эстонской армии, там прежде чем уйти, ты приходишь к старшине, он смотрит, чтобы ботинки у тебя вычищены были, чтобы одежда чистая была, пуговицы блестели, как говорят. И тогда идёшь. Водки не имел права пить в увольнении. Но с кем не бывает. Выпивали. Мы хотели в заграницу с армией уйти. Договорились. Нам прибавили полгода. Мы уже отслужили, и тут опять столько же. Договорились, русаки. Всё, уйдём. Нас человек 6-7 договорившихся было. Два Черновских, Елизаров, Назаров, Коли Лобанов, Богданов из Комаровки, один с Нарвы и я. Во время дежурства, когда наш человек будет дежурить, забрать оружие, сложить в лодку и уехать за границу. Но, как говорится, дело надо делать всегда, пока горячо. Коли Лобанов был рассудительный, и он говорит, ребята, не надо торопиться. Надо сделать всё как надо, и чтоб нам не попасться. А ещё у нас в подвале были боеприпасы. Мы хотели забрать всё на лодку и уехать. И если бы уехали, нам по 10 лет дали. Вот благодаря Коле у нас порыв прошёл, и мы не уехали. Коли Лобанов в 1941 году уехал в Таллинн, оттуда поехал в эвакуацию. А корабли разбомбили, и он утонул. Ну а вообще, служа в армии, какое было ко всему отношение? На занятиях капитан любил и с солдатами поболтать и поговорить. Вот на Чудском озере в окопах сидим, занятия проходят. Он и говорит, а ведь стрелять-то ты не будешь туда, а? Да? Смотришь, молчишь ему. Вы же все коммунисты. Разве вы будете в русских стрелять? А комсомольцем вы когда стали? Когда советская власть пришла. Я организовывал комсомол в Трое и скамье. А потом меня не принимали в комсомол. Я столкнулся с трудностями большими. С Сергеем Ежовым собираемся ехать, получать комсомольские билеты. Одного сельчанина встречаем, песни поём. Он спрашивает, что такие весёлые. Мы поедем послезавтра комсомольские билеты получать. А он, Дише, оказался в Белой армии. Приехали, поздоровались, всех вызывают, а меня нет. Мне говорят. Все про тебя спрашивают. Что такое? Потом вызывают Вальтер. Вот так и так. На тебя есть письмо, что ты не советский человек. Я говорю, а я могу вам сказать, кто написал. Откуда ты знаешь? А он вчера нам сказал. Он начинает читать письмо, я говорю. А он написал не то, что у меня, а то, что у него есть. У меня четыре гектара земли, у него пятьдесят. У меня две коровы, а у него шесть. Дише так и сказал нам. Вас комсомол не примут. Он письмо и накатал. Я приехал, когда всё прошло. Сделал собрание в деревне. Уже дело до драки дошло, когда население пошло. Не забуду, как старик Пилов подошёл к Дише и сказал. Ты что, комсомольской крови хочешь стакан выпить? Его второго или третьего мая забрали за то, что он в деревне нескольких красных разведчиков сдал. Он в лагере и умер. Он был кадетом, имел неоконченное высшее образование. А нас он обвёл вокруг пальца. Он ведь видавал себя за красного, и мы с ним ставили просоветские постановки. Как вы узнали о начале войны? 1941 год. Началась война. Я ожидал, что раз началась война, значит, мобилизуют. Я поехал в Волость, там прошёл просмотр, сдал свою шикарную лошадь в Красную армию. Ещё одну лошадь с деревни записали сдать. Я в Еве. Примечание. Еве – старое название города Юхви, нынешнего уездного центра северо-востока Эстонии. Приехал, там сдавали лошадь, и тут надо было ждать. Там Григорий Фаронов, отец моего друга, Ивана Фаронова, впоследствии директора Нарвского музея, сдавал лошадь. Я ему говорю, дядя Григорий, возьми моего коня, сдай тоже, а то в армию будут набирать, я отстану от своих ребят. Он говорит, ну поспеешь, навоюешься, не торопись. Я оставил ему лошадь, он сдал, а сам приехал в Нарву. Тут как раз была первая бомбёжка, и я уехал в сельскую местность. Нас не мобилизуют. Стали оборону делать, уже гул артиллерийский пошёл, всё слышно. Я вижу, дело такое, у меня документы были на эвакуацию, я сел на велосипед и поехал. Думаю, поеду в Нарву, там видно будет, куда возьмут. Проезжаю через омут, а у меня там дядя милиционером работал, он идёт. Ну куда, племянник? Я говорю, ну ты что, не слышишь? Гул уже где-то, все отступают. А он на меня, а, ты панику наводи, ведь я тебя арестую. Разве можно панику наводить? Без разрешения никуда не уезжать. Я приехал, а вечером немцы оккупировали нашу местность. Тогда же вас арестовали за комсомольскую деятельность. В деревне-то меня все знали, куда скроешься. И меня, как старого комсомольца, арестовали. Был налёт. Приехали с Нарвы амакайцы. Примечание. В ополчении амакайцы, в переводе с эстонского самооборона, были гражданские люди, которые шли туда добровольно. Они расправлялись в основном с коммунистами, но убивали евреев. Нас, человек пятьдесят, арестовали в Принаровье. Я в это время дома был. Заставили в школу на собрание прийти. Мне там устроили сразу допрос. Он мне прочёл протокол допроса на эстонском языке. Я не стал подписывать и потребовал, чтобы мне прочитали на русском. Он мне сказал, ах, ты эстонского не знаешь. Вот он мне наганом и мотанул, выбил три зуба. Отдельные слова я по-эстонски, конечно, понимал. Но не решился подписать протокол допроса на эстонском. Меня поставили под икону по стойке смирно. И двум амакайцы показывали, как меня разбили. Народ видит, что весь в крови. Это их не право было. А меня отправили по этапу в Нарву. Потом судили. Вот так меня учили эстонскому языку. Я тогда был комсомолец, бодрый такой. Он мне ещё сказал, до Нарвы довезём, а там будешь расстрелян. А протокол на русский всё равно перевели. Привели меня на суд на улицу Пушкина, где сейчас спортивная школа находится. Вот в этот двухэтажный домик меня вызывают. Захожу. Сидят трое безволосых пожилых людей. Они посмотрели на меня. Рановато ты политикой занялся. Ну что, посмотрели. Можешь идти. Я думал, что это какой-то допрос, а это, оказывается, суд был. Но я остался жив благодаря деревне. Мать ходила к учительнице, написала прошение, что он плохого никому ничего не делал. И вся деревня подписалась. Из-за этого, видимо, меня не расстреляли. Сидел я в Нарве, в Таллине, в лагере Костеверя под Таллином. В каких условиях жили? Спали на полу, отапливались голландкой. Половина выходила в коридор, а вторая половина две камеры отапливает. Зима. Не укрыться. Что на тебе было, с тем спали. Укрывались. Потом в Костеверя попали. Это личная мыза генерал-губернатора Лицмана. Там были только заключенные с Эстонии. Нас человек сто пятьдесят было в лагере. Приходилось мешки таскать. Я пошел добровольно, чтобы соли достать. Я сидел в Нарве и Таллине. Там всегда была полная чашка соли, чтобы ели побольше соли. Вот идешь на склад работать. День вкалываешь, где-нибудь пясточку соли стащишь в карман. Вот так и живешь. 19 декабря 1942 года день Николы запомнился на всю жизнь. Мне на поле удалось найти турнепс, свеклу кормовую, уже замерзшую. Я принес, оттаяли, сварили суп и ели его. Ну что одна свекла? Да еще горьковатая. Но еще есть-то охота. Я говорю, вспоминайте Николу, сегодня праздник. Все, с кем сидели, все они умерли на Вестервальской тюрьме. Примечание. Тюрьма в Нарве на улице Вестервалли. В Нарве на Вестервальской тюрьме я сидел с одним евреем, военворачом Киселевым. Он говорил, я не еврей, а русский. А волоса-то черные, курчавые, смахивает на еврея. Он говорил, что он с Ленинграда, у него две дочки. Так вот он мне раскрыл одну вещь. Первый концлагерь был в Ивангороде, где мост перейдешь. Там сейчас солдаты. Он говорил, половину нас расстреляли. Мы взбунтовались, отношение у немцев плохое было, и половину нас пулеметы скосили. Вот он остался жив. Одежда на нем шикарная была, суконца не солдатская. Чем вас кормили? Я приехал этапом в Таллинн, первый раз дали обед. Это было что-то вроде плавающих кусков баланды. Смотрю, мерзлая черная картошка. Хлеб давали с опилками, 300 грамм. На торфоболоте работал Кренгольм. Примечание. Комбинат «Кренгольмская мануфактура» в Нарве. Они нам еще 100 грамм хлеба давали. Особенно в тюрьме гибли старики. Я уже говорил, что на столе стояла полная чашка соли. Когда получали пайку, старик начинал крошить и в воду, и куда угодно. И этим насыщали желудок. В самом деле, они этим себя портили, потому что от соли человек начинает пухнуть. Так они и умирали. Отношение какое было. Тут опять кто какой человек. Вот у нас Аллик был, душа человек. Старенький, пошел служить ради пайка. Рядом со мной спал шофер военкома майора Литвинова. Так он ему приносил табачка немножко и записочку какую-нибудь от родных передаст. Хороший был, а были, которые били. В соседней камере у нас одного лейтенанта подвесили живого крюками для устрашения из-за ребра. Один такой был леппик. Так он на торфоболоте шампалами бил. Мне попало разок. Вечерком после работы мы вышли около казармы, где Рауша. Скопились и запели песню. Ревела буря, дождь шумел. А рядом были мобилизованные на торфоболото с Крингольма. Они все высыпали. Потом нас шампалами разогнали. Мы так дружно пели. Сколько вам дали? Мне год дали. Стали на еду на свободу. Снова арестовали в Вайворе. Утром допрос в комендатуре. Мне говорят. Вот где эта деревня? Вы можете на карте разобраться? Я говорю. Могу. Где она? Покажите. Говорю. Вон. Это на той стороне Эстонии или на этой? Я говорю. На этой. И тогда меня отпустили. А если бы я сказал, что на той, значит, я с Россией. И меня тогда бы в другой лагерь отправили. Меня отпустили, и я 63 километра с двумя палками прошел. Идти не мог. На другой день пришел в скамью в полицию заявить, что прибыл. Два раза в неделю ходил на показуху, что я живу. Как вы вышли на связь с партизанами? А партизаны ко мне пришли сами. Чапурин, Волков, Курмин. С отрядом Вяльцева они под Псковом железки подрывали. А потом сюда и пришли, раз эстонский отряд. Дядя ко мне приходит и говорит. Слушай, надо мне дров попилить, не с кем. А тебе делать нечего, пойдем. Но дома, чтобы никто не знал. Вышли мы, прошли метров 30-40. Он говорит. Ты знаешь, куда я тебя зову? Я говорю. Да что-то такое подозрительное. Дрова бы ты меня не позвал пилить. Он говорит. Партизаны пришли. Мишка Курмин пришел. Их пять человек пришло. Вот пойдем. Там и встретились, поговорили. Они говорят. Ну что ж, будешь нам помогать. Нам нужна связь. Нам нужно прийти к кому-то. Вот они ходили сюда за Солдина подрывать железную дорогу. Я стал с ними держать связь. С еврейским лагерем под Верхним Селом. У нас были свои ребята, призванные немцами в охрану. Потом кто-то проболтал. Они попались на этом и были отправлены во Францию. С теми, кто был призван в немецкую армию. Одного даже завербовали, который в комендатуре служил в деревне Скамья. Здесь уже стали строить оборону. Я план нарисовал и передал. А в партизанский отряд как попали? Ко мне Градов пришел и сказал. Ваши будут сжигаться? Уходи. Я подговорил нескольких ребят, и мы ушли в партизаны. В Орле воочию с Градовым встретился. Там нас на подводах за Плюссу повезли. Приехали за Плюссу. Там уже отряда нет. Он стал двигаться сюда, в Эстонию. Там мы как раз натолкнулись на эстонский отряд, который послали сжигать русские деревни. Мы их там человек шесть в плен взяли, остальные удрали. Передали воинскую часть. Воевали мы в Принаровском уголке в Эстонии, в Гдовском районе. Но большинство за Плюссы были. Вот там скрывали нас хорошо. Народ-то советский. Вот я в партизанском движении пробыл 11 месяцев. Ваш отряд взаимодействовал с частями Красной Армии. В Эстонии очень много боев было. Против нас в Эстонии, когда мы пошли под Лохусу, Тудулинна, было брошено 4000 человек. Сперва против нас бросили немцев, потом эстонцев, потом власовцев с танками. Это же бои были. Ни одного дня не было, чтобы боя не было. Ежедневно бои, а то и 2-3 боя в день. Мы же пришли, нас 2 партизанские бригады было, самый малый человек 700. Потом третью бригаду бросили. Нам в Эстонии все боепитание и заменились самолетов, они приземлялись на болотах. Одного нашего раненого увели, Сорокина. Молодежь-то неопытная была, не обученная. Он пришел с деревни. Пуля ему в челюсть мотанула, ему и зубы покорошила. Он выскочил на гладь под пулеметы, попал по-глупому. Помню, в одном месте сказано было, не высовывайся никуда. Побежали на поле, там нескольких убило, ранило. Сергею Калбину я говорю, нахрен ты пошел. Тебе я сказал не идти. Мальчишка, всего 17 лет было. Его и в армию-то после партизан не взяли. Фото из семейного архива Александра Алексеевича Шубалова 6 января 1944 года я наступал на Сыренец. Это была разведка боем. В книге написано, как мы ходили, но тут все, как это делают, приукрашено. Нас, четырех местных партизан, Сергея Калбина, Ежова, Дубровина, придали одной воинской части. В лесу вечером выступает какой-то майор, объясняет, что как надо. Я ему начинаю объяснять. Что там, вы не знаете, а я знаю, что там. На той стороне доты. На льду озера шириной метров пять взорваны полоса, вода, преграда. Он, о-о-о. После него мне старший лейтенант и говорит, это хорошо, ты партизан да местный. За это тебя бы расстрелять надо. Потому что разве можно говорить про какие-то укрепления? Надо по-другому, пустяки, сходу возьмем. Чтобы солдат не расстраивать, они же едва стоят после Ленинграда. К тому же пришли, питания и хлеба не было, ни обозов, ничего. Я и говорю этому майору. У нас в вооружении-то что? Даже с танкового пулемета нет, винтовки, ну и несколько автоматов. Как? Вот вы когда возьмете сухресток, яма с молитца с иренец, тогда пришлете нам донос солдатам. Я этому майору объясняю. Когда я пришлю их? Это почти десять километров. Когда он придет? Два часа. Там уже никого не останется в живых. Боепитание с винтовкой, что мы сделаем? Он говорит, комсомольцы возьмут винтовкой, штыком. Ну что ж, возьмут так возьмут. Он пришел бодрость поддать, но сам не пошел с нами. Нам старшего лейтенанта дали. И мы со стрелковой ротой пошли ночью. Ночь лунная была. Все видно. Еще мы в маск-халатах были, а солдаты в шинели или полушубке. Идем вместе со старшим лейтенантом. Он говорит, наверное, не возвращаться обратно. Я ему говорю. Ну, майор нарисовал, мы там натворим. А, майор, майор, майору тоже надо свое говорить. Подходим мы уже близко к берегу. Тут надо в рассыпную, во взвода. Идем, они ракету выбросили, сигнал. Мы подходим, недалеко взорванная полоса. Они открыли пулеметный огонь. Они сидят в дотах на берегу, а нам и окопаться-то нельзя. Залегли около воды, пошла стрельба. Они минометный огонь как открыли по нам. И пошли по рядам куски милостыни. Нас семнадцать человек вышло из роты. В том числе и мы, партизаны. Остальные остались лежать там. Население как к вам относилось? С опасением. Народ и того боится, и другого боится. Ведь те, как пришли, грабят. И те немножко берут. Ну что, крестьянин жил бедновато, забирали продукты. Кормить-то надо, а у него свою семью нечем кормить. Как обстояло дело с питанием? Везде надо привыкнуть, приспособиться, узнать. Бывало такое, что по шесть дней не ели, а люди самогон пили. В партизанах было частное снабжение. Вот в России там питание было неплохое. С деревень все добывали. А тут что? Вас награждали? Награждали после войны. Нет, я такого не помню, чтобы в партизанах кого-то награждали. И от этого Кютта из Роквери, когда ездили в Курляндии, по боевым местам, разузнал, как велось награждение. Я ему говорю, воевали-то мы тоже, а наградили вы того, кто остались? Остальных никого. Он, оказывается, списки составлял. Под Нарвой вы тоже воевали? Под Нарвой я еще участвовал под королью. Нас причислили к русской части. Я считаюсь участником освобождения Нарвы, хотя в самой Нарве тогда не был. Мы воевали под Васьк Нарвой с винтовкой да несколькими автоматами. Они сразу в бой танкетки пустили. Бои были жестокие. Население к тому времени было уже угнано. Голодали на фронте. Снабжение у нас всегда будет, как говорится, на авоську. Как вы выбыли из партизанского отряда? А выбыл я в конце сентября 1944 года. Эстонское правительство поехало в Выру, а нас направили в Нарву, в первый запасной полк эстонского корпуса, а оттуда в действующую армию. Я был назначен командиром 82-мм минометного расчета во 2-ю минометную роту 2-й батальон 917-го стрелкового полка 249-й эстонской стрелковой дивизии 8-го эстонского стрелкового корпуса. Но в боях по освобождению Эстонии я не участвовал. Я должен был попасть на Саримаа, но была тогда такая болезнь, свинка, она двигалась по армии. Завтра утром эшелон сформированный должен был ехать, а я попал в Мецанбат с большой температурой. Так что я попал только в Курляндию. Там мне и понаблюдать пришлось. Солдат видит, где сидит, и всё. В одном месте. Наша минометная рота стояла на высоком месте. Впереди гладь. Было видно, как шли в наступлении солдаты. А мы поддерживали их огнём. Разрозненно бегут, кричат. Мне и самому приходилось наступать. Я после бомбёжки и стрельбы ухнул с головой в небольшую речку. Пробоин много было. Быстро бежал, вот и попал. Пробоин вместе с головой окунулся, вынырнул. А ведь тогда зима была. Кто тебя обогреет и одежду сменит? Так и воюй. Как у вас осуществлялась связь с командованием? У нас в роте было отделение связи, и оно погибло. В один прекрасный момент мы попали под Ишака, немецкий шестиствольный миномётный обстрел. Они связисты работу делали, и их воздухом чёрным всех сделало. А с командиром ихнего отделения мы вместе наступали в одном бою. Тут прибежал командир батареи из русской части, и как матом пошёл. А, те эстонцы, сидите тут. Вы сидите, а что впереди? Вы знаете, там никого нет. Фронта нет, а вы тут сидите. Эстонцами назвал нас этот русак, потому что часть как-никак эстонская. Ну а что солдат знает? Солдату приказ. Тут нас как банду сформировали, никаким не строим, а оравой, и пошли. У кого автомат, у кого винтовка. Пошли. Впереди никого нет. Только вышли на гладь. Я с этой стороны прыгнул. Сержант, стой. И его, этого сержанта связи, пулемётной очередью ранило по обоим ногам. Немцы переоделись в русскую форму. У нас младший лейтенант кричит. Брось стрелять, свои. Они как чиханут по нам. Тогда мы пушку взяли и начали стрелять. 917-й стрелковый полк. Сержант Шувалов сидит в первом ряду, второй слева. 1945-й год. Фото из семейного архива Александра Алексеевича Шувалова. Помните последние бои? 7 или 6 мая весь наш корпус пошёл в бой. Была жуткая картина. Когда идёшь по трупам, танки идут. Где рука, где нога раздавлена, это смотреть неприятно. Но на войне всё-таки человек грубеет, привыкает. Какая-то боязнь есть, но той боязни уже нет. Человек свыкается с обстановкой, с этим делом, которое поручено ему. Он застывает. Мы населённый пункт прошли, взяли, и тут вдруг нас свернули с дороги. Я думал, обходным путём пошли, а нас в лес. В чём дело? Почему? Какое наше дело? Начальство знает, что делает. Нет ничего. Потом вдруг везде открылась страшная стрельба. Солдату ничего не объясняют. Да и офицер её не знает. Был у меня командир взвода. Это душа человек. Он никогда не говорил сержант. Или как-нибудь по-другому. Саша, надо сделать то-то. Он на гражданке был инженер-строитель. Если кто-то начнёт докладывать, он рукой махнёт, мол, не надо этого. Идёт стрельба, я его спрашиваю. Слушай, что такое? Везде стреляют, но нас никуда не гонят, никуда не посылают. Он, офицер, не знает. Потом вдруг часов семь или восемь начало смеркаться. Прибегают к нам солдаты, кричат. Победа, победа! Война кончилась. Тогда и у нас открыли стрельбу. На другой день нас место сняли на другое. Послали немного в сторону от населённого. Мы там начали делать землянки. К особистам как относились? Когда я был в партизанах, у нас тогда был в особом отделе Валерий Новиков. К нему хорошо относились. Я его знал примерно с 1934-35 года. Он был родом с Принаровья, деревни Омут, откуда моя жена. Из бедняцкой семьи перед войной работал в милиции. Потом он выслужился до подполковника. А как же? Особня везде была нужна. Кто будет допросы вести? А дело? В эстонском корпусе действовала контрразведка СМЕРШ. При мне СМЕРШ вели командиры полка. Землянка комполка от миномётной роты, где я находился, была буквально в нескольких шагах. Оказалось, что один принаровский Птицын был там. Работали грузчиками после войны в одной бригаде. Рассказ за рассказом. Он и говорит. Да я вёл его. Его командира полка судили за одного московского капитана, которого он расстрелял. Родители подняли дело. А однажды это было в Курляндии, нас полком выстроили. Три батальона буквой П и четырёх эстонцев расстреляли перед строем. За что? За дисциплину. За наше солдатское авось. Когда мы ехали зимой в Курляндию, на одной станции эшелон остановился. Сказали, нельзя никуда идти. А солдат рвётся на рыночек, хочется пожрать чего-то. Вот они четверо пошли, чтобы достать что-то на рынке. В это время эшелон двинулся, остались беглецы. Потом они пришли в комендатуру, мол, так и так. Их там взяли. Забрались, судили, расстреляли. Поставили перед полком зимой, раздетых в нижнем белье. Автоматом раз и готовы. Зачитали приговор перед строем по-эстонски. На войне общались по-уставному? Нет, большинство в войну общались просто. Товарищеское было отношение. Надо, надо. Сухин, командир нашего взвода, он так учил. Давай, ребята, покурим. Давай. Я в другой раз говорю. Учить надо. На войну же и пойдём. На войне выучишься, там выучат, там тебя не надо учить. Ты сам прижмёшься. И вот действительно пришлось. Завтра идти в бой, а его почему-то сняли. Пришлось бежать. Я его видел. Он лежал раненый, крикнул ещё. Мои дела живут. Вперёд, ребята. А после войны? Старались по-уставному, но не получалось. Люди устали. Бывает весной вечерком, офицеры напьются и с гармошкой. Что им было после войны ждать? Командир полка, Райя. Посажу, посажу. Это безобразие. Хотите скорее домой? Без приказа никого. Он, майор Райза, говорил хорошо и по-эстонски, и по-русски. Один раз в Нарве встретил его после войны. Перешёл в железный мост, он подходит. Здорово, Шувалов. Здравствуйте. Расспросил, где работаю. Я его ещё спросил. А вы по каким делам? Он помялся, но так ничего и не сказал. Это было примерно в 1953 году. После войны я работал в складе. Я уже командира полка, стал хорошо знать. И всё. Он мне говорит. Пойдёшь на складе картофельным картошку разгружать. Разгружали 8 ноября мороженые вагоны. Я прихожу, а уже наш батальон расформировали. К нам после войны пришёл Эрмель. Он был эстонец, но по-эстонски ни одного слова не знал. Ленинградец. Воевал в русской части, был пять раз ранен. А в списочке была графа «Национальность – эстонец». Вот тогда мы в Латвии стояли, он к нам прибыл, командир роты был ранен. Ведь был приказ Сталина всех эстонцев направлять в эстонский стрелковый корпус. Он мне говорит, «Сашка, ебал я этот эстонский корпус. Нахуй он мне нужен?» Был такой высокий, бравый. Я иду на склад, он мне и говорит, «Ты, Саш, самогоночки не достанешь?» «Там, в деревне-то». Я думаю, «Ну, бутылки две, что ли, я не достану?» Я говорю, «Достану». Он, «Только мне много надо». Я говорю, «А сколько?» «А бутылок тридцать». Я говорю, «Куда тебе столько?» «Мы хотим батальоном погулять». Я говорю, «Слушай, я не могу с деревни. Может быть, я и достану, но тридцать-то бутылок мне же не принесет. Я солдата дам тебе». Он дает солдата, «Пришли, эту водку принесли». И они гуляли всю ночь. Утром надо на занятия, а у них гимнастерок нет. Они все перервали, передрались друг с другом, все в синяках. Начальник штаба, «Посажу, посажу!» «Это же безобразие такое!» «А знаешь, после войны у людей напряжение такое, и все большинство хотело скорее домой. Утром командир полка, он был мужик хороший, говорит, где, откуда самогонки достали. Тут пришел начальник штаба, начал все рассматривать, разыскивать. Я пришел к Эрмелю и говорю, «Слушай, может, кто-нибудь скажет?» «Не трусь, ни черта не будет. Не бойся, никто не узнает». Я знаю, откуда самогонка, а больше никто не знает. Если бы кто-то узнал, мне бы десятку впаяли, чтобы больше не повадно было, батальон спаивать. Это надо же принести 30 бутылок-то. В корпусе общения было на эстонском языке. Между собой русские офицеры говорили по-русски. Команда старались делать на эстонском. А у нас в большинстве были русские эстонцы, а не с Алтая. Но у нас разные люди были. Человек есть человек. Тогда среди эстонцев были как отдельные рассуждения, так и патриотизм, советский патриотизм. Но у нас и среди русских людей были люди, дай Боже. Когда я был старшиной, помню, был такой слой людей, который, как на работу, не пойдет, старается увильнуть и что-нибудь найти, лишь бы его не послали. Один был, и опять иди. А я не был, и опять отвернусь. Разве это правильно? Ранения у вас были? Контузило меня, когда был первый бой под вас к Нарвой. Миной навернуло, и меня контузило. Спасибо, ребята, вытащили. А продолжать службу в частях эстонского стрелкового корпуса вам не предлагали после войны? В мае 1946 года я демобилизовался. Мне предлагали оставаться в армии. Даже примерно за полгода начали вербовку в милицию. У меня ушел один с отделения туда. Меня направили в отдельный учебный батальон учить эстонцев. Я был примерный, дисциплинированный. Вот эстонские офицеры меня и предложили. Когда я пришел туда, меня командиром взвода в этот учбат. Все эстонцы, молодежь, по-русски не бум-бум. Все они не воевали, и я должен был их учить. Подумай сам, какой с меня учитель на эстонском языке? Я пошел в спецотдел, прихожу, говорю, с вами можно откровенно по душам поговорить? Почему нельзя? Можно. Говорю, меня послали в учбат. Как я буду учить их? С меня толка не будет. Я лучше понадоблюсь в другом месте, чем здесь. Он побеседовал. Но вас офицеры такие-то и такие-то рекомендовали. Говорю, ну, я такой, но я не тот, что надо. Он мне и говорит, хорошо, может, я и помогу тебе. Недели через три вызывает. Ну вот, твоя просьба удовлетворена. Потом меня эти два офицера эстонца ругали. Ну зачем? Мы тебя. Ты же можешь. Интервью и литературная обработка Илья Вершинин. Конец интервью. Читал Олег Лобанов.